Привет, друзья, с вами Кернекс, и сегодня мы посмотрим на игрушку под названием Дрэнч. В данной игрушке мы будем с вами ловить рыбу и, естественно, стараться сделать так, чтобы рыба не поймала нас. Давайте же приступим. Новая Эвора. Поднимаем из глубин. Объявление требуется рыбак. Мы уже в пути. Или мы не в пути. Интересно. Если это действительно мы, это проблемка. Небольшая. Так, я видел буйки. Вижу маячок. Нет, вроде не мы. Хорошо. Так, утренний свет слепит вам глаза, и вы пытаетесь сесть. Вы лежите на холодном сыром причале, где потеряли сознание прошлой ночью. Низкорослый мужчина громким голосом отдает приказы рабочим, которые исходят с корабля поблизости. Наконец-то он замечает вас. Добро пожаловать в Большую Соль. Окей. Вижу, ты уже познакомился с острыми скалами нашей бухты. Да, эффективное первое впечатление мы на тебя произвели. Ты что, не заметил маяк? Он же светил прямо на тебя. Ну ладно. Рад, что наш новый рыбак жив и практически здоров. Твоей лодке здорово досталось, но я попросил местных принести твои вещи и заодно из наших старых судов. Но об этом поговорим попозже. Сейчас лучше освойся. Пока светло, поймай немного рыбы. Посмотри, много ли успеешь наловить. И на всякий случай напомню, что тебе нужно вернуться до заката, пока не пришел туман. Не забывай поглядывать на часы. Туман штука такая, подкрадется, не заметишь. Окей. Большая Соль, это очень сильно. Так, у нас есть показатель времени. Суток. У нас есть день, неделя, день в целом. Стороны света. И, собственно, наш кораблик, я так понимаю. Бабла у нас нет. Так, скорость 24. Скорость вылова 85. Лампы 1 метр. Так, подходит для лова следующих типов. Прибережные. Окей. Повреждения отсутствуют. Каюта. Поручение. Провести день на ловле рыбы. Окей. Карта. Так, Большая Соль. У нас рядом еще есть три точки. Есть Лохматая Коса. Хребет Дьявола. Штормовые Скалы. И Звездная Бухта. При этом здесь... А здесь просто Соль. Так, окей. Оставим это без внимания. Так, сообщений у нас нет. Энциклопедия отсутствует, потому что мы ничего не поймали. Понял. Хорошо. Намек понятен, задание понятно. Нажимаем на кораблик. Переместиться вперед В, назад С. Поворачивать АД. Все ясно. Спасибо большое. Можем включить фонарик. Так, вращайте камеру. Вращаем, регулируем высоту. Регулируем. Стоять. Нашли рыбное место. Ф, чтобы начать. Так, у нас есть удочка. У нас есть необычный двигатель. Окей, начать ловить рыбу. Подсекаем в зеленых зонах. Окей, и рыбу сразу же нужно размещать. Понял. Голубая скумбрия. А их можно еще и вращать, чтобы как в Тетрис. Матерь Божья. Давай тебя, как в Тетрисе. Но время идет вроде бы не так сильно быстро. Глянем. Так, есть. Продолжаем Тетрис. Интересно, могу ли я начать рыболовить? Нет, не могу. Запасы истощены. Чьи? Мои? Ваши? О чьих запасах речь? Так, ладно. Сейчас глянем. Здесь еще пара косичков есть. А, я когда плыву, время начинает очень быстро идти. Когда ловлю, оно медленно идет. У нас нет оборудования для ловли в мелководье. Понял. А в прибрежной зоне больше косяков не было. Ливаем отсюда тогда. Стоп, а что за знак вопросик? Здрасте. Плавучий буй служит ориентиром для безопасного прохода среди скал и других преград. Это тусклое свечение также позволяет на секунду выдохнуть в пугающей мраке ночь. Я так предполагаю, что фонарики эти все не зря. Это как раз в ночной движ. Ну, короче, мы буквально отплыли от причала и вернулись, и уже полня прошло. Это грустно. Так, время идет только, когда вы перемещаетесь рыбачить или выполняете иные особые действия. Понял? А можно причалить, да? Ага, понял. Так, вы спускаетесь на причал большой соли. Мэр уже ждет вас. Вижу, море тебя пощадило. Хорошо, прежде чем ты отправишься в город, надо решить вопрос с кораблем. Как я уже говорил, твоей старой лодке здорово досталось, и она не подлежит ремонту. Однако я не против продать тебе выданное нами судно. Будешь его хозяином. Понимаю, у тебя сейчас туго с деньгами, поэтому оформим это как суда. Не волнуйся, я не хочу усложнять тебе жизнь. Пока не выплатишь долг, я буду забирать у тебя малую часть выручки от проданной рыбы. Небольшой процент будет идти на улучшение города. Словом, тебе нужно будет продавать рыбу для местного рынка, чтобы выплатить долг и накормить жителей. Все понятно? Продавать рыбу я буду гасить долг и помогать городу. Все ясно, да. Шош, ступай. Продавай улов, пока он не стух. Так, торгую с рыбкой. Вы заходите в грязную лачугу на окраине рынка. Да, в нос ударяет знакомый запах рыбы. Насогнувшимся над прилавком ушиной снуют мухи. Ты и есть наш новый рыбак, значит. Быстро они нашли замену. Что случилось с предыдущим? Он, скажем так, чтобы тут выжить, нужен определенный склад характера. Такая жизнь не для всех. Ладно, к делу. Я плачу за рыбу, и чем она крупнее, тем больше денег ты получишь. И да, некоторые виды стоят дороже. На других островах другие цены. Но раз уж на этом за тобой висит должок, я советую сперва погасить его. Ладно, посмотрим, что там у тебя. Так, продать всю рыбу 47 баксов. Они разные или они одинаковые? Так, у нас есть параметр свежести рыбы. Мы можем перекинуть рыбу в трю. Разница в цене у них есть в зависимости от их размера, по всей видимости. Ну, давайте продать все, да. Погасили 40, списано долго 7 баксов. А сколько у нас всего 2? Ну, окей, оставим это пока как есть. Спасибо, брат. Так, ждет вас в лавке-то с торговцем мэр. Так, приятно видеть такие старания с тобой. Голод нашему городу точно не грозит. Смотри, я нашел это у пристани. Думаю, тебе пригодится, забирай. Компонент исследования. Причудливая деталь можно пустить на разработку нового оборудования. Но для этого сначала нужно исследовать порту. Давай сюда. Ой, будет. О, и вот еще что. Наша местная корабельных дел мастер упомянула, что может улучшить твой корабль. Заглядни к ней при возможности. Корабельных дел мастер, добрый день. Вы входим в двор и видите корабельных дел мастера, который чинит поврежденный корпус. Она быстро пробегается по вам взголядам, а затем возвращается к работе. Ты, видимо, новый рыбак. Я могу улучшить у себя твое судно. Только учти, что я за спасибо не работаю. Не всегда беру деньги вперед. К тому же, на установку требуется время. И вот еще что. Если побьешь корабль, а камни или еще какой-то повредишь, я могу его золотать. По большей части. Она пожимает плечами и указывает на корпус судна, который пытается починить. Несколько досок на нем все значительно выше ватерлинии потрескалось и поцарапались. Осмотрись, но помни, что чем больше оборудования, тем дольше его устанавливай. Так что планирую все заранее. Так, что нам предлагают? У нас есть два спиннинга на выбор. По 70 и 150 баксов. Повышают скорость вылова. Скорость установки несколько часов. У этого 2 часа, у этого 3 часа. У обоих состояние рабочее. Ловлю рыбы на отмеле. Скорость сматывания лески ограничена. Но суть в чем, что оно даст нам опцию, по идее, ловить рыбу на мелководье, что очень хорошо. И у нас под... Под, 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 под... Эту экипировку есть определенные слоты. Что очень грустно. Ремонт отдельный нас не интересует. Так, что здесь? Ржавый навесной двигатель. Плюс 10 к скорости. 2 часа установки 100 баксов. Ржавый навесной двигатель такой же, да? А, мы можем несколько двигателей поставить. Так, хорошо. Ускорение этого, понятно. Здесь что? Треснувший фонарик. У нас фонариков... У нас один слот только под фонарик, да? Так, что он дает? 500 люминов. 10 метров дальности работы. Это 20 метров. 850 люминов. Все рабочее, но одни дешевле, другие дороже. Слот 1. А в трюме... Надо бы понять, как трюм используется. Насколько он полезен вообще. Так, ну окей, с тобой все понятно. Я все равно ничего купить не могу, да? К сожалению, к сожалению. А этот я продать могу? Не могу? Не могу. Ну, скорее всего, его и не надо продавать. Так, долг за корабль. Остаток 42 баксов. А, так нам херни вообще заплатить надо. Отлично. Так, мы можем отдохнуть. Исследование. Давайте посмотрим, что в исследованиях. Универсальная удочка. У нас есть один компонент. Он требует два компонента. Окей. Механизм катушки. Можем потратить одну шестерню. И тем самым увеличить скорость вылова. И якобы... Якобы... Нам станут доступны океанские типы рыб. Допустим, к чему это все идет? Катушка ведет нас к... Катушка ведет нас вообще к очень страшной вещи. Которые и прибрежные, и мелководные океанские. Окей. Ты прибрежный, и мелководный. Вот эта штука меня больше интересует, на самом деле. Хорошо, дальше шо? Дальше апгрейды движка. Улучшенный навесной двигатель на плюс 15 скорости. Ну и, собственно, дальше движки прокачка. Ловушки закрыты, сети закрыты. Ну, я точно, наверное, взял удочку, но нет механизмов. Нет механизмов. Тем более, океанские пока непонятно, что подразумевается. Пока не ясно, что подразумевается. Поэтому я, наверное, сэкономлю шестерню. Так, большая соль. Это все понятно, это все понятно. По задаче еще раз. В энциклопедии у нас открылась прибрежная рыба. Океанские-то еще дальше надо будет плыть, по всей видимости. Поэтому, как бы, ну такое. Так, ловится днем, стоит 10 баксов. Самый топ у нас 20 сантиметров, да? Удочка-сеть без ловушки. Это в солях. Мы еще ловили. Окей, давайте пойдем еще половим. Сколько? 12 часов? Твою мать, это мне надо разворачиваться. Я, кстати, не знаю, насколько сильно здесь работает... А, я не могу здесь ничего половить. Я могу вон туда, только на тот берег приплыть. Если там есть еще прибрежная рыба, то есть шанс ее половить. А ты числишься прибрежной, нет? Отлично! Это прибрежная рыба. Давай быстренько. Раз, два, три. Вот говно собачье, херовый размер. У меня, кстати, трюм доступен. У меня отсюда трюм недоступен. Вот в чем проблема, еще одна. Окей. Так, пока накидаем как есть. А, все. Вот это самое грустное, что... Запасы рыбы очень смешны. В одном месте... Стоять. Почему здесь числятся уже мелководные? Интересно. Хорошо, давайте еще вот эту проверим. Ну, вот эта точно уже мелководная, либо океанская должна быть. Потому что она прям далеко от голубизны. Да, это мелководие, окей. Это я понимаю. Но почему те мелководные, я не понимаю. Окей, давайте стекать. Фонарик. Есть? Есть. А что значит ехать? Сирена, лампа, светильник. Ну, громкий сигнал покажет, что вы здесь. А, я могу оценивать. Ох ты ж, матерь боже. Это забавно. Вот это числится прибрежно и серьезно. А, она здесь снова появилась. А ну-ка, давайте быстренько. Шесть часов. Сейчас должно потемнеть, но я не боюсь. Ловить. Что-то кальмарчик. Кальмарчик. В вечернее время ловится другая рыба. В принципе, очевидно. Усел. Так, и туман появился, по всей видимости. Поэтому быстренько разворачиваемся и текаем нахер отсюда. Тан-тар-тар-тар-тар-тар-тар-тар. Мне не нравится, что там зеленый глаз на нас смотрит. Это чуть-чуть напрягает. Тан-тар-тар-тар-тар-тар-тар-тар. Швартуем в жопу. Так, отлично. Давайте к торговцу сразу. Кальмарчики, значится. Кальмарчики стоят подороже, кстати. Стоят подороже, что меня, несомненно, радует. Да и треска нормально стоит. Сто баксов выруливаем. Возвращаем еще 15 баксов. Долго. У меня все полностью устраивает. Я могу это в трюм перенести? Или нет? Могу. В трюм все, пусть в трюме валяется. Так, остаток долго еще есть. Давайте пуским. Стоп. Просыпаемся вовремя. Отплываем. Сейчас быстренько наколупаем. Заодно возьмем на движок, наверное, в первую очередь. Апгрейд. Так, мелководье. Прибрежное с той стороны. Мелководье. То есть тут не успела сгенериться рыба, да? Там что-то блестит. Подождите. Я не ударю здесь? Супер. Что здесь блестит? Над вами возвышается маяк. И волны одна за другой бьются. Коварные скалы поднимут. Попадеет туда кто-то живой человек или зверь. И волны выкинули бы их руки и взломанные тела. К ногам этой огромной башни. Окей. То есть я пришел просто посмотреть на маяк. Понял? Так, океанская рыба. Еще одна прибрежная, но она где-то в жопе. Давайте вон туда к золотой бутылочке сплаваем. Тут просто из гигантской рыбехи прям меня это настораживает. Честно говоря. Но мы не будем отвлекаться. Так, что за бутылочка? Здрасте. 20 августа 27-го. На полке в каюте. Шо? Не совсем уловил, но ладно. Так, и здесь обломки какие-то. Драга. Понял. Идем нахер. Прибрежная аж вон там есть. И вот здесь. Давайте к ближайшей. Они очень странно оценивают. Ну ладно. Вообще надо вот туда сплавать, узнать, что там на причале. Может там что-то интересное есть. Здрасте. Я к вам за рыбкой. Это треска. Треска нормально стоит. Пока что это вроде бы одна из лучших рыб, что мы встречали. Так что напихиваемся ей... О! Это был косяк. Напихиваемся ей в достаток. Вращение у нас что? А. Тут, кстати, ее много. Что очень хорошо. Все. Только сказал много, все истощилось. Так, окей. Быстренько гляну. Мелководие, маяк. Мелководие. Драга опять. Океанское. И вот здесь еще прибрежное. Давайте я еще вот эти заберу. Я не знаю, смогу ли я там переночевать. Но сейчас попробуем туда сплавать. Так, здрасте. У вас что? Ага, понял. У вас наша рядовая рыбка. А что за херня снизу появилась? Что это? Ладно, не будем отвлекаться. Оу, ма! 29 сантиметров. Гигантеллу поймали. Это хорошо. Она даже в инвентаре шел. Так, это дело давай. Еще есть. Ну давай еще. Просто время идет. Время идет, и оно нам не на пользу. Все, запасы истощены. Шесть вечера. Давайте я попробую сюда пришвартоваться. Включите лампы с помощью этого. Лампы освещают вокруг, но делают вас заметнее. Окей. Так, добрый день, можно к вам пришвартоваться? У вас тут какой-то движ есть? Мой трюм. Торговец. Давайте, торговец. Вы заходите в ярко освещенный магазин. Здесь кругом антиквариат. Полки ломятся от ювелирных украшений и побрякушек. На вас пристально смотрит поверх серебряных очков старик за прилавком. Здравствуйте, вы же... А нет, мы с вами не знакомы. Прошу прощения, мои глаза уже не тиши раньше. Я занимаюсь антиквариатом, ювелирными украшениями. Готов купить у вас особые украшения. Истки найдутся. Возможно, у вас есть что-то интересное с собой сегодня. У меня есть рыба. Хочешь рыбу, брат? У меня ничего нет, конечно же. Давайте здесь, наверное, переночуем, я думаю. А в трюме что? Я не знаю просто, сколько она будет долго оставаться свежей. Вот в чем проблема. Можно рискнуть проплыть сейчас ночью, но... Давайте рискнем поспать. Как минимум до рассвета. Рыба испоганилась. От собака она уже не свежая, да. То есть желательно на будущее. Если мы все-таки беремся за рыбу, то лучше ее моментально сразу же и продавать. Потому что не свежая рыба, скорее всего, минимум там имеет дисконт в несколько десятков процентов. А это херово. Сейчас в любом случае деньги будут. Сейчас, я думаю, поставим движок. Судя по тому, просто как время улетает во время хода по воде. Лучше все-таки иметь очень мощные движки. Что-то мне подсказывает. Давай-давай, это пока все оставим. Рыбу мы еще успеем наловить, я думаю. Нас никто пока не торопит. Швартуемся. Так, со ступенек ведущих к маяку к вам приближается сборбленная женщина. Она останавливается в некотором расстоянии и смотрит на вас с беспокойством и заметной настороженностью. Зачем пришел? Так. Я хочу ловить рыбу. Для таких, как ты, здесь больше нет ничего интересного. Лучше не утруждай себя и сразу иди дальше. Она разворачивается и шаркает обратно по тропинке, ведущей к свету. Окей. Так, у меня есть специальный заказ от новопокупателя. Если сможешь его выполнить, заплачу тебе больше обычного. Что за заказ? Одну комбалу одного серого угоря. Просто принеси их, если поймаешь. Чтобы поймать их, тебе понадобится удочка ловля мелководных рыб. Понял. Так, и на сколько мы просрали по... О, мы хорошо просрали по деньгам. Ну ладно, хер с тобой. Сотка баксов есть, слава богу. Так, сколько? Еще 17 баксов долго у нас сгрузили. Вся проблема в чем, что чем больше мы обвесов будем ставить, тем меньше у нас будет места для рыбы. Потому что почему-то мы не можем использовать трюм для того, чтобы рыбу закладывать. Ну ладно. Это бог с тобой. Долг почти выплачен. Это хорошо. Здравствуйте. Даже один неудачный удар будет. Двигатель из строя. Поверь мне, ты не хочешь дрейфовать в тумане. Поверь у нас, что я могу сказать? Так, движок стоит 100 баксов. Удочка на мелководье есть. Но опять же, я не совсем понимаю, как это работает. То есть я могу взять нашу удочку, снять. Смогу ли я ее положить в трюм? Вот в чем вопрос. Так, в чем здесь разница скорость вылова, да? 75 баксов. Давайте возьмем, наверное, обычную. А я и не могу сюда засунуть. А сюда почему не ставится? А, я понял, я зажать должен. Прошло 2 часа, мы установили. Давай мне еще движок на плюс 10 скорости. Все остальное. В принципе, лампа мне вроде бы как не горит. Наш движок дает плюс 14. Его можно продать, но его нельзя загрейдить. Вот в чем нюанс. Хотя бы грейдик какой-нибудь, хоть что-нибудь. Ну ладно, мы теперь в двух зонах можем ловить рыбу. У нас пока что все еще один элемент управления. Ну давайте на остаток дня пойдем наловим что-нибудь. Рун-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Да, уже повеселее передвигаемся. Однозначно. Стояночка. Запасы низкие, понял. Настолько низкие. Понял, вопросов вообще нет. Так, ты мелководья числишься? По идее, да. Мелководья, поехали. Да, вылов затрудняется, конечно. Нихера ты, гигантская херня. Ну, комбала она по заданию нужна, поэтому супер. Но проблема даже не в этом. Проблема в том, что нам, если для задания, то нам, наверное, нужно одновременно поймать и угоря, и комбалу. А это уже чуть сложнее. Все истощено. Давайте глянем, может ездит угорь. По идее, мы под водой должны видеть, если там угорь, да? Вот эта херня похожа на угоря. Неспокойные воды, запасы средние. Что это было за говно? Понял. Так, как минимум для задания мы все поймали. А больше и не влезет. Сорян. Так, уже темно. Текаем отсюда нахер. Риги-диги-дон, диги-диги-дон. Я так понимаю, что вечером у нас еще есть время свалить. Так, туманы многое другое увеличивают ваш уровень паники. Яркий свет и солнце снижают их. Не надо паниковать. Зачем? Это плохая идея. Так, торговец. Поймалась рыба для моего заказа. Да. Оставь у меня пока то, что есть. Я попридержу заказ до готовности. Так она же испортится, нет? Стоп, я могу отдать ему худшую. Зачем мне отдавать ему лучшую, правильно? 69. Угарь худший. И камбалу тоже худшую. Так, плюс 50 баксов нам зачислил. Окей, торговец заворачивает рыбу и протягивает вам деньги. Отлично, отлично. Покупателю должно понравиться. У меня появился очередной заказ, немного более диковинный. Покупателю надо пара кальмаров и одного черного группера. Кальмара мы ловили вечером. Что есть группер, в душе не знаем. Малок пловят, они выходят только ночью. Да, а ты знаешь, какие здесь ночи. Удачи. Так, можем продать этого всего добра еще на 80 баксиков. Отдать еще 10 баксов долго. По идее мы долго закрыли, вроде, нет? Мы там нормально так навалили. Быстро идет к вам пружинистой походкой. Похоже, он в хорошем настроении. У меня чудесные новости. Большая соль расширяется. И ты сыграл в этом не последнюю роль. Вскоре к нам точно повалят люди. Более того, я выдал корабельных дел мастеру разрешение на расширение верфи. Старый сухой док снова работает. А еще я видел, выделил немного денег на улучшение работы торговцы рыбы. Возможно, скоро он с тобой начнет, насчет этого поговорит. Так, держать мы рады, что ты решил остаться с нами. Звучит круто. Так, с тобой что? С тобой что? С тобой ничего. Мы не можем движок загрейдить. И этот мы тоже улучшить не можем. Хрустно, причально. Лампочку можно пихнуть. Но опять же, пока не вижу смысла. Так, это мой сухой док. Здесь мы можем существенно улучшить твое судно. Можем освободить тебе больше места, сделать новые навесы для крепления оборудования. И даже корпус поменять на усиленный. Для всего этого понадобится немало материалов, досок металлоба и прочего. Где мне взять материалы? Вдоль берегов можно найти довольно много приличного в останках от кораблекрушений и тому подобного. А уж с их погрузкой на борт ты, думаю, как-нибудь разберешься. Материалы для улучшения можно оставлять у меня. Они никуда не денутся, так что не волнуйся, если найдешь только часть нужного. Допустим. Плюс две ячейки для удочек. Модифицирует две ячейки груза и позволяет хранить там удочки. Требует деревяшки, винтики, бумажки. Ага, ага. Ячейка для ла... Ну, короче, я понял. Это важные апгрейды, но пока я не совсем понял, сколько мы ресурсов сможем принести, так сказать. Хорошо, ребятки, пока же сделаем небольшую паузу. Если данная игрушка вам понравилась, вы хотели бы видеть ее дальше на канале. Обязательно пишите об этом в комментариях. Люблю же, просто поставьте лайк под этим видео. А мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока.